привет всем любителям хорошего качественного звука недавно я рассказал о том почему ламповый усилитель лучше транзисторного а в этом видео я расскажу почему транзисторный усилитель лучше чем ламповый взгляните в любой крупный магазин электроники или салон hi-fi техники и великая вероятность что все акустические системы и бытовые усилители которые вы найдете там построены на транзисторах или микрохи а тем не менее среди меломанов и аудиофилов ламповый усилитель hi-fi и high-end уровня по-прежнему невероятно популярен и желанен для неподготовленного глаза лампового усилителя это настоящее чудо светящиеся лампочки завлекают похоже на интересный светильник чем на hi-fi технику когда транзисторы стали широко использоваться усилителях они стали преемником ламп а теперь почему транзисторный усилитель лучше чем ламповый усилитель во первых сами транзисторы были значительно дешевле в производстве чем электронные лампы что потенциально могло снизить цену для конечного меломана аудиофила транзистор был и остается более эффективен чем радиолампа это означает что транзистор может быть значительно меньше чем ламповый усилитель с таким же питанием полностью ламповый усилитель как минимум в два в три раза дороже транзисторного при прочих равных условиях во вторых транзисторы и операционные усилители позволяют использовать сборки крошечные карманные усилители класса d и прочих транзисторы меньше экономичнее прочнее и мощнее твердотельный усилитель обычно имеет один силовой трансформатор и не имеет выходных трансформаторов как у лампового усилителя в третьих транзисторный усилитель мощнее чем ламповый в основном ламповые усилители однотактные причем малой мощности в среднем от 1 до 4 ватт естественно ламповый хват конечно же есть двухтактные но их мало и не все они достаточно мощные и опять же ламповикам подходит акустика не вся а именно на широкополосных динамиков а если многополосные то полочники маломощные транзисторный усилитель свою очередь свободно справиться с любой полочной напольной широкополосной многополосной электростатической и тому подобной акустикой у транзисторных усилителей средняя мощность от 30 до 150 ватт в этом плане каменный усилитель намного превосходит ламповик меломаны аудиофилы которым нравится громкая музыка рок-поп электронщина и тому подобное очень глубокие басы предпочтут естественно транзисторный усилитель нежели чем ламповый в четвертых для транзисторного усилителя подходит вся акустика а вот для лампового только особенные колонки ввиду его малой мощности ведь многополосные напольные акустические системы обычный однотактник не сможет раскачать только полочники а если напольные то на коаксиальных широкополосных и иных динамиках полупроводниковые усилители подходят для гораздо более широкого диапазона акустики благодаря своей повышенной мощности что делает эти усилители более универсальными в плане жанров в пятых транзисторы и транзисторные усилители также значительно более долговечны и устой чем лампы ведь ламповые усилители в некоторой степени хрупки и любые значительные удары потрясения и толчки могут привести к треснувшей или сломанной радиолампы остерегайтесь кстати жидкости как и вся электроника и оборудование звуковое ламповые усилители также должны быть защищены от случайного проливания жидкости воды или вообще веществ которые могут вызвать немедленное короткое замыкание если они окажутся внутри влажность также является врагом всех ламповых усилителей 6 ламповых усилителей нет глубоких низких частот чем у транзисторных и это большой их минус ламповых усилителей в плане озвучивания всевозможных жанров и опять же все минусы выше плавно перетекают в этот пункт для глубокого баса глубокой звуковой сцены темного фона нужно много мощности 7 транзисторный усилитель универсален в плане жанров конечно можно слушать на обычном ламповом усилителе например рамштайн но то что вы услышите это будет сплошная каша с большим удовольствием вы вряд ли такое послушайте у дел ламповика это небольшой состав исполнителей джаз классика и тому подобное 8 у транзисторного усилителя нет замены радиоламп а ведь замена ламп это статья расходов для более лучшего звука 9 радиолампы как правило выделяет довольно много тепла из-за неэффективности работы класса а тогда как транзисторы обычно выделяют меньше твердотельные усилители как правило намного мощнее аналогичных ламповых моделей поэтому крошечные карманные усилители могут генерировать например 20 ватт в то время как лампа усилитель должен быть как минимум в десять раз больше нельзя держать ламповые усилители включенными абсолютно нет потому что помимо чрезмерного потребления тока особенно в присутствии ламповых усилителей усилители класса а основная проблема заключается в том что лампы предусилителя и усилителя мощности всегда находятся под напряжением и потребляют без реального использования фактически в этом режиме только акустика остается не использована но все схемы внутри лампового усилителя будут работать на всю мощность на полную катушку я советую ламповый усилитель оставить включенным за 20 минут до начала сеанса прослушивания музыки таким образом радиолампы можно правильно нагреть начать стабильную работу обеспечивает ток необходимым для оптимального усиления звукового сигнала еще один совет установить нулевую громкость и подождать одну или две минуты перед выключением лампового усилителя таким образом электронные радиолампы успеют остыть не подвергаясь слишком сильным тепловым ударом 11 нужно правильная вентиляция для любого лампового усилителя очень важным аспектом ухода за ламповыми усилителями является правильная вентиляция всегда проверяйте чтобы ламповый усилитель не размещал в кафах на полках без воздуха учитывая большое количество тепла выделяемого лампами абсолютно необходимо иметь соответствующую рециркуляцию воздуха чтобы тепло не застаивалась над ними вызывая их поломку убедитесь что между лампами и верхней полкой имеются менее 30 сантиметров воздуха чтобы облегчить циркуляцию также не закрывайте пазы на панели усилителя 12 убедитесь что акустика всегда подключена к ламповому усилителю всегда проверяйте чтобы акустика была постоянно подключена к лампы и ку фактически без нагрузки акустики выходные трансформаторы ламповых усилителей могут быть повреждены за короткое время их замена стоит особенно дорого поэтому я рекомендую вам внимательно следить за этой ситуацией чтобы продлить срок службы вашего лампового усилителя а теперь подведем итоги вкратце от транзисторных усилителей меньше экономичнее прочнее мощнее самая большая разница между ними заключается в том что каменный усилитель управляет током через выходные устройства а ламповик напряжением ламповый усилитель работает совершенно иначе чем транзисторный усилитель фактически ламповые усилители работают при высоком напряжении несколько сотен вольт по сравнению с не с десятками вольт в транзисторных усилителях ламповые отличаются от транзисторных усилителей своим высоким выходным сопротивлением что требует наличия я ламп выходных трансформаторов которые адаптируются к импедансу акустики это означает большую способность воспроизводить пики звуковой синусоидальной волны ламповые усилители также имеют тенденцию сильно нагреваться и рассеивать значительное количество энергии в виде тепла многие из них фактически работают в классе а таким образом с возможностью делать усилители меньше и дешевле с точки зрения комплектующих неудивительно что массовый рынок выбрал именно транзисторные усилители они ламповые хотя верно то что срок службы радиолампы меньше чем у транзистора радиолампы легко заменяется и многие производители ламповых усилителей стремятся упростить такую замену с помощью систем автоматического смещения чтобы переключать лампы можно было по принципу подключить и работы транзисторы можно заменить но это гораздо более серьезная задача по ремонту часто требуют отправки усилителя специалисту если вы не сам такой специалист радиолампы менее терпимы к несовпадениям акустики поэтому чтобы получить максимальную отдачу от лампового усилителя его нужно использовать только с правильными колонками твердотельные усилители не заботятся о согласовании акустики несмотря на все нюансы владения ламповыми усилителями hi-fi high-end уровня по-прежнему невероятно популярны среди аудиофилов которые более чем счастливы мириться с этими компромиссами любой любитель лампового звука будет использовать такие фразы как теплые насыщенные сладкий живой например усилители fm 711 клон дардзил обладают определенной звуковой магией своем своей звуковой презентации которые в сочетании с правильным подбором акустики и цап выведут вашу музыку из обыденности и сделают прослушивание вашей музыкальной коллекции совершенно другим звуковым опытом звуковая сцена и изображение могут быть почти осязаемыми с огромными голографическими проекциями создающими образ реального оркестра или группы физически находящегося в вашей комнате прослушивания средние частоты и вокал богаты и уразительны а высокие чисты и приятны это будет реальная замена любому ламповику также добавьте сюда глубокие низкие частоты и вы забудете любой ламповый усилитель как на звуэлевый сон а хотя ламповые усилители удобны и интересны поскольку они очень линейный без отрицательной обратной связи они предлагают более широкий динамический диапазон и более плавное ограничение чем транзисторные усилители что приводит более музыкальному звучанию перекрестные искажения сводятся к минимуму поскольку радиолампы работают в классе а или класс а б однако некоторые транзисторные усилители могут работать также в классе а например тот же усилитель клон дардил и эти модели известны тем что предлагают звук более похожий на ламповый некоторые транзисторные усилители особенно клон дардил работают в классе а как и лампы в результате получается звук который больше похож на ламповое усиление чем на транзисторное с большей голографической звуковой сценой но с более лучшей динамикой быстротой звука и очень глубокими низкими частотами для некоторых это представляет собой идеальный компромисс между сроком службы долговечностью и качеством звука чем у ламповых можно стремиться к компромиссу используя допустим гибридные конструкции комбинацию радиолампы и транзистора например используя лампы в предусилителе твердотельные транзисторы усилители мощности в результате получается впечатляющий компромисс между мощностью и звуком может показаться что транзисторы предпочитают только из практических соображений но с точки зрения звука они также могут работать если их правильно и с лучшими комплектующими приготовить кстати на выставках high-end превалируют усилители на базе транзисторов которые более распространены больше подходят для типичного потребителя транзисторные усилители предлагают гораздо больше чем может предложить большинство ламповых усилителей с такой же ценой музыкальностью и реальный контроль над широким спектром акустики это рентабельная природа транзисторов которая делает это возможным именно в этой ценовой категории именно поэтому в начальном и среднем секторе преобладают твердотельные усилители и даже в уровне high-end их больше чем у ламповых существует ряд интересностей которые делают конструкции транзисторов идеальными и более подходящими для многих меломанов аудиофилов чем ламповые а первые естественно цена как я уже говорил транзисторы более рентабельны поэтому те у кого ограниченный бюджет могут позволить получить больше плюсов выборов транзисторный усилитель другая причина по которой люди могут выбрать именно транзисторный усилитель заключается в том что они не хотят повышенного уровня обслуживания необходимого для владения ламповым усилителем те кто хочет установить hi-fi и наслаждаться музыкой забыть об замене ламп хотя их менять пять минут тогда им нужен просто транзисторный усилитель а если ваша система в целом немного жесткая или утомительная и у вас полочные колонки скорее всего вам подойдет ламповый усилитель с другой стороны если ваша система плоская с вялым или слишком мягким звучанием вам лучше всего подойдет качественный каменный усилитель другими факторами имеющими особое значение является нагрузка на акустику некоторым колонкам хотя сегодня их не так мало требуется большая мощность и очень низкий импеданс в этом случае лучше всего конечно транзисторный усилитель подойдет но если ваши колонки имеют умеренную кривую импеданса и средний кпд ламповый усилитель может изменить ваше представление о том как может звучать отличная аудиосистема без бюджетных и практических ограничений и в нашем мире некоторые аудиофилы и меломаны выберут ламповые усилители но для многих из нас транзисторный усилитель по-прежнему остается лучшим выбором лучшим компромиссом между качеством звука и практичности а как и в случае большинством вещей в хай-фай решения в конечном итоге основывается на том что вам больше всего подходит я всегда готов посоветовать хороший если вы не уверены усилитель я рад предложить вам некоторые из ламповых усилителей и твердотельных усилителей и настоятельно рекомендую вам попробовать оба варианта чтобы увидеть и услышать что подходит именно вам а на этом с вами прощаюсь пока пока и удачи найти свой ламповый или транзисторный усилитель и а и и и и и и